Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и я снова возвращаюсь в Need for Speed No Limits на Android, где я прокачусь с боссом седьмой главы Рамиросом. Но помимо этого будут еще другие активности для того, чтобы прокачать свой уровень репутации, например, до 21 уровня. И прошу заметить, что в восьмой главе уже нужен будет уровень репутации 25. Ну что ж, давайте зайдем. Нас тут ждут огненные черепа. С угонщиками мы разобрались, и тут нам Ким базарит. Ну и показал ты угонщикам. Следующие огненные черепа. Эти любители автоклассики лучшие специалисты по тюнингу в Блэк Ридже. Так что не дай скромному виду вести себя в заблуждение. Сначала Рамирос, удачи. Спасибо. У нас здесь, значит, всего 9 гонок. Давайте начнем с гонки на время. Кстати, представили тут новые айфончики. Конечно же, многие, наверное, офигели о цен, которые были показаны. Уровень сложности также будем проверять экстремальный. Возможно ли проехать на вот этом великолепном гольфе GTI. Тачку я немножко, как вы уже заметили, протюнинговал. Тут у нас ESP. Мусоров я задевать не буду, иначе это очень много времени отберет у меня. И минус скорость упадет. Так вот, представили новые айфоны. Я, честно говоря, думал сделать отдельное видео о том, что я думаю по этому поводу. Хайпануть немножечко, но настроений, честно говоря, не было. Цены меня очень сильно расстроили. Да и сама презентация была достаточно унылая. Единственное, что меня в этой презентации прикольнуло, так это HomePod Mini. Который будет стоить 100 долларов. Ну, плюс наши, так скажем, налоги. Скорее всего, не 7 тысяч будет стоить, а все 10. Но зато у вас будет Siri в такой вот оболочечке. А, кстати, этот HomePod еще на горшок для растений похож. Что ж, первая гонка далась достаточно просто. Даже несмотря на то, что уровень сложности был экстрим. Продолжаем дальше. А далее у нас доставочка. Тачки Mercedes AMG GTS, по-моему, или как-то так он называется. Но смотрите, какая задница у нее некрасивая. Мне, честно говоря, вот этот Merian прям сзади вообще не нравится. Слушай, у меня была работка для Дариуса, но он не появился. Трубку тоже не берет. Можешь его подменить? Да без проблем, конечно, моя дорогая. Вот, еще, кстати, продолжим, наверное, по айфону общаться. Потому что реально это сейчас такая горячая тема. Но этот видос не хайпанет. Потому что превью у него будет не связан никак с айфонами. Но мы все равно с вами поговорим. Так вот, цены очень высокие. Самый минимальный айфон, который там имеется, это айфон 12 мини, будет в России стоить 65 тысяч, блин. Это очень дорого. Очень дорого. Я рассматриваю покупку айфона 12 на 6,1 дюйма. Он мне, в принципе, приглянулся. Скорее всего, буду брать либо в белом, либо в черном цвете. Все остальные цвета мне не интересны. Эх, не успел прочитать, но она мне просто сказала спасибо. Дариус, теперь тебе должен. И мы получили один фрагмент вот этого Мерседеса. В этом выпуске мы, скорее всего, откроем премиум контейнера. Пять штук. Потому что я так думаю, что, видите, у меня особо-то тачек, кроме Форда, вот этого Мустанга Хуникорн, нету. Для прохождения как раз седьмой главы. То есть, скорее всего, с боссом я буду снова на этой тачке гонять. О нет, наша очередь учить салагу у мою разуму. Будет весело. У гонщиков кто угодно подвинуть может. А мы, черепа, совсем другое дело. У нас гонки жесткие. Да, я вижу, у тебя вот что-то там с зубами проблемы какие-то. Тебе к стоматологу сходить. Кстати, как часто вы посещаете стоматолога, народ? Я себе в один год как-то устроил челлендж. Каждый месяц делать по одному зубу. Потому что очень долго не ходил к стоматологу и такой, блин, надо это дело поправить. Дело в том, что в детстве, поделюсь с вами, мне очень часто дергали зубы и я боялся стоматологов даже вот до взрослого состояния, прикиньте. Неплохо, может у тебя мастерства побольше, чем у гонщиков? Да, конечно, побольше, блин. Репутация в карьере хорошо растет, плюс мы еще всякие задания выполняем там. Время в воздухе, дрифт, время с нитро и так далее. Так, здесь вот опять мы можем взять какую-нибудь другую тачку. Вот давайте на суббарке прокатимся. Хочу в этот раз, несмотря на то, что у меня есть тачка для прохождения этого Рамиреса, я все-таки хочу открыть премиум контейнеры, посмотреть, что там выпадет и, может быть, пройти на какой-нибудь уже другой тачке, потому что реально, ну, как-то на одной и той же тачке каждого босса делать это неинтересно. Вот, кстати, на седьмой главе еще мы впервые сталкиваемся с... Ух ты! То есть меня уделали? Серьезно? Обалдеть. Так, понятно. То есть уже тут нам нужна тачка действительно посерьезнее. Субарку не катит. Так, и чё? И чё мы будем делать? Ну, давай, допустим, фордец возьмем. Я думал, что и на экстриме можно будет их в легкую делать. А то, смотрите-ки, я даже первенца вообще не догнал. Погнали заново. О, кстати, время в воздухе можно здесь сделать. Смотрите, бачком ехал и исчез. Во, на хуни-корне вообще нормально все происходит. Короче, надо уже после вот этой гонки открывать премиум контейнеры. А также можно еще обычные классические контейнеры открыть. И там могут тоже выпадать чертежи, как раз тачек. Еще такой момент. Как я прокачивал репутацию? Предыдущий ролик не собрал много особо лайков. Поэтому я расскажу просто в этом видео. Кому повезет, тот посмотрит и узнает. Так вот, репутацию можно хорошо прокачать в моно-серии. Чем я и занимался. Я там проехался по одной гонке. То есть, если мы вернемся вот сюда обратно. На главный, так скажем, экран. Зайдем в моно-серию. Здесь у нас, видите, 4-4%, 3%. И есть моно-серия Coop Troop. Которую я вообще не прошел. Дело в том, что Nissan 370Z у меня слабовато. Я даже первую гонку не могу пройти. Здесь хорошо качается репутация. Если мы зайдем в любую моно-серию, заглянем вот сюда. Репутация 60%. В принципе, как и в карьере. Ладно, дальше мы отправляемся в грузовые доки. И сейчас начнем просто массовое открытие луду-боксов для того, чтобы вытащить нужные тачки. Покупаем сразу 5. Посмотрим, может быть, даже премиум контейнеры не надо будет открывать. Так, в первой партии мне чертежей не выпало. Во второй партии Supra выпало. Неплохо. Так, для Toyota GT86 чертеж и еще два чертежа для Subaru BRZ у меня осталось. И можно будет ее еще на одну звезду прокачать. Откроются новые кузова и так далее. Открываем, короче, насколько сможем. О, Mazda RX-7, кстати, тоже может быть открыта. Наверное, все-таки я премиум контейнеры открою. Так, давайте, наверное, вот эту партию. И потом уже перейдем в следующие контейнеры. Ну, вообще, короче, чертежи не выпадают. Итак, 5 штук открываем. 500 золота. Эти 500 золота достаточно быстро копятся на самом старте игры. Так, Dot Charger RT. Volkswagen. Три чертежа. Здесь у нас для улицы Эбу. Тут у нас Nissan Fire Lady и... Что же в конце? Volkswagen. Ну, такое себе, конечно, выпадение, блин. Грустненькое, грустненькое. Давайте вернемся обратно в классические контейнеры и пооткрываем здесь. Во! Хотя бы, может быть, Volkswagen прокачать еще на одну звезду. И я на него поставлю какие-нибудь детали, которые выпали как раз. Ну, что-то вообще, короче, грустно. Но чертежи выпадают, это радует. Я бы вообще на месте разработчиков сделал... О! Бэха у нас прокачалась. Ладно. Давайте пока продолжим дальше. Я хочу все-таки Volkswagen прокачать еще на одну звезду. Продолжаем дальше открывать. Я, скорее всего, ставлю какую-нибудь перемоточку. Потому что очень-очень долго все это придется делать. Так. Еще один чертеж Бэхи. Неплохо. Вот. Как я, в принципе, и предполагал, на седьмой главе начнутся сложности. А какие именно сложности? Так это то, что вам нужно прокачать репутацию до определенного значения. То есть до 20 уровня. И, естественно, уже пиар ваших тачек не хватать начинает. Да, что-то, короче, Volkswagen мне, походу, сегодня не выпадет. Нифига. Это грустно, печально. Ну, походу, будем на Бэхе кататься. Переходим в наш гаражик. Кстати, она четырехзвездная будет. Not bad. И так, сколько же у тебя? 365. Слушайте, неплохо. Новые кузова, кстати, у нее открылись. Можно реально с тачкой поугарать. Оба-на! Вы смотрите, что у меня здесь есть. Походу, сегодня я реально буду на классических спорткарах гонять. По-моему, по остальным деталям у меня нет никаких улучшений. В том плане, то что заменить именно деталь. У вас сразу, наверное, созрел вопрос, почему я прокачал именно эпическую деталь, а остальные не стал качать. Потому что я буду, скорее всего, из вот этих вот премиум контейнеров доставать различные детали для разных классов авто. Что ж, придется что, золото тратить, что ли? Мне прям вообще бы не хотелось. Потому что топливо-то у меня закончилось. А пополнить бак стоит 30 золотых. Ну, давайте приобретем. А, еще момент. Надо оттюнинговать нашу Бэху. У нее новые детали, потому что появились. Зайдем в мастерскую. И сейчас, наверное, сменю ей кузов. Поставлю что-нибудь пошире, посерьезнее. Аж 8 этих кузовов теперь у нас открыто. О, во, вот это... Да, детка, да. Вот это уже другое дело. Короче, я решил все переделать и вот сделал такую красотку. Окей, возвращаемся в компанию. Ну, смотрите, BMW М3 Купе у нас все равно, короче, на экстриме. Посмотрим, возможно ли выиграть этих засранцев здесь. Я не в восторге от того, что эта девица Ким агрессивно лезет на рынок. Пока и с Маркусом Кингом все нормально. Погнали. Посмотрим, сможет ли эта красавица сделать Мазду RX-7. Сможет вообще в легкую. При том, что я особо ее не прокачивал. Пишите, кстати, в комментариях, на какой вы точили прошли седьмую главу. И спасибо всем, кто отписал под предыдущим видео. Я видел, что кто-то на тринадцатой главе завис, кто-то на четырнадцатой. Посмотрим, посмотрим, на какой зависну я. Ну, я вообще как бы завис на седьмой главе. Но я думаю, что до седьмой главы можно за день все, в принципе, пройти. Ну, максимум, наверное, за два дня. У тебя неплохая тачка, но я не хочу менять сервис только из-за того, что у вас есть какие-то модные эксклюзивные детали. Какой ты лысый и бородач тут у нас появился. Окей, репутация еще немного поднялась. Точил, кстати, четко выглядит. Вот в этом освещении прям замечательно. Еще немножко бабла мы получили. Как я, кстати, коплю бабки. Участвую, естественно, в заданиях, а также каждый день захожу и проезжаю повторно всех боссов, которых уже побил я. Так, далее снова, короче, хуникорн, блин. Задолбался я на этом хуникорне. И еще разборка не открыта. Я бы, может, уже мог приобрести эпическую деталь для своей бэхи, но, к сожалению, разборка у нас открывается чуть позже. У нас тут снова Ким появляется. Копы начинают совать носы в мой бизнес. Не знаю, кто им дал наводку, но будьте там осторожнее. Сейчас, походу, у нас гонка будет уже с копами. Ну, погнали. И еще момент такой, который будет вас стопорить, это, конечно же, определенный пиар, который будет требоваться на том же, например, Рамиросе. То есть сейчас, как бы, у меня все легко-легко. Но, скорее всего, я реально Рамироса побью и на этой тачке. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. В дрифт не пошел немножечко. Отлично. Еще одна гонка пройдена. Давайте, хвалите меня, дайте мне репутации. Блин, вот реально дальше уже с репутацией тяжеловато. И, скорее всего, мне надо будет подкапливать золото. Потому что, как в предыдущих видео, я не смогу прокачать целый уровень репутации и обновить топливо. Так, вот здесь у нас уже посложнее. Берем снова, короче, бэку. Все остальные гонки будем на бэхе проезжать. Потому что она мне нравится. И я, наверное, на превьюху все равно ее поставлю. Хоть и не на этой тачке проеду. Ну, чтобы немного превьюхи у нас отличались и тачки не попадались. Ох, ты жопу свою подставил, блин. Но мы все равно приехали первыми. Так вот, в моносерии также можно еще неплохо чертежей насобирать. Так, 393 у нас было, 462 уже у противника. Это неплохо, конечно. Я боюсь, что против Рамиреса и Хуникорн будет слабоват. Ну, посмотрим, пока мы на нем дошли до уровня сложности среднее. Тут мы прокатимся на великолепном Авинтадоре СВ. Или просто Авинтадор. Так, эх, Дариус снова не появился. Можешь доставить эту машину? Очень выручишь. Ну и нас, конечно же, тут захотят схватить копы, скорее всего. Гонка длинная, 37 секунд нам дается для того, чтобы удрать. Ну, копов постараюсь, конечно, не задевать. Сейчас мы быстренько так... Оп. Ах ты, собака! Бывает кусачий. Ну, я думаю, все равно смогу успеть. Так, вот здесь, кстати, глюк такой появляется. На айфоне то же самое у меня. Как вот, блин, Firemonkeys не поправили этот момент до сих пор. Вообще, конечно, давно должны быть какие-то новости по обновлению, но ни в Твиттере, ни в самой игре намеков никаких нет. То есть, как обычно, я предсказываю, что грядет обновление. Захожу в соперники в Индеграунде и там смотрю, где появляется такая ячейка «Скоро», значит «Скоро обновление». Дело в том, что в этой ячейке, где написано «Скоро», там должна быть написана какая-то тачка. Так, наверное, придется нанимать подменных водителей из-за того, что копы нас это будоражат. Вот, прокачались еще на один уровень. Теперь репутация у меня 21 уровня. Немножко еще золотишко получили. Вначале реально золотишко достаточно быстро набирается. И так. Смотрите-ка, все нормально. Короче, на хуни-корне можно проехать эту гонку. А вот дальше в восьмой главе надо будет, скорее всего, какие-то новые тачки доставать. И я, скорее всего, прочувствую всю боль новичков, у которых просто, наверное, не хватает пиара, не хватает золота, не хватает денег. А-а-а, возмутитель спокойствия. Знаешь, как говорят, да? За все берется, во всем лажанется. Вступай в команду или вали отсюда. В этом городе нет места для нового выскочки. Да ладно, че ты мне гонишь? Сейчас мы найдем место. Тебя нафиг выкинем. И найдем. Уже на старте, короче, мы делаем его. Хуни-корн, насколько я знаю, всем новичкам дается. Но я открывал его на основном своем аккаунте на айфоне. Именно в событии. Тогда был то ли испытательный полигон, то ли еще какое-то испытание. Ну, надо было повозиться, чтобы эту тачку открыть. Это, кстати, одно из первых видео на моем канале. Я постараюсь его найти и обязательно для вас в подсказках указать. Ну, мы Рамиреса уделали. Быстренько. Чем дальше буду заниматься, короче? Проходить заново все вот эти гоночки. Открывать новые тачечки. И, наверное, мы увидим продолжение, то есть прохождение восьмой главы уже после того, как выйдет обновление Need for Speed No Limits. 497 PR у него было. Ну, твоя взяла, да. И что теперь? Делов-то? Тебе тут все равно не место. Это скоро дойдет до твоей деревянной башки. Реплики здесь огонь. Огонь. Так. Один чертеж Mazda RX-7 мы получили. Все замечательно. Моносерию я, скорее всего, буду проходить вне видео. Может быть, кстати, я мустангом займусь. Прокачаю его хотя бы до трех, до четырех звезд. Поставлю на него какие-нибудь детали. И, может быть, в следующую главу попробую пройти на нем. Так. Автосалон у нас открылся. Вот странно, что автосалон открывается у вас позже. Потому что здесь мы, по сути, можем просто на все тачки посмотреть. Добро пожаловать в автосалон. Здесь представлены все машины Блэк Риджа. Чтобы выиграть у команд, тебе нужно несколько разных машин. Чтобы стать лучшим, тебе понадобятся все. Короче, собираем коллекцию, донатим, и будете счастливы. Используй искатель чертежей, чтобы узнать, где можно найти чертежи, которые тебе нужны. А, то есть здесь, смотрите-ка, можно же вот так нажимать, да? И, ну, кстати, да, удобно. Но можно было реально это после пятой главы где-то сделать. Что ж, зайдем в грузовые доки, заберем последний классический контейнер на сегодня. И, пожалуй, я с вами попрощаюсь на этом моменте. Всем спасибо за просмотр, с вами был по-прежнему Фликер. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой игровой канал, делитесь видео с друзьями, и не забывайте, конечно же, бить в колокол, дабы не пропустить следующие выпуски. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok